Я кое-что узнал. Я не буду говорить, что я узнал. Стыдно мне это не знать, имея опыт больше 10 лет. Но я узнал новость что-то. Поэтому нужно общаться. На самом деле это такой вот толчок, некий толчок нашим маленьким шагам, которые сказал Даниил, вот где шаги. Чтобы не стоять. Ведь задача стоит не в том, чтобы, допустим, даже как сформулировать, не первостепенно создать к какому-то моменту Википедию на каком-то своем языке. Важно создать посыл обществу, создать сообщество, чтобы нашими родными языками продолжали пользоваться. На наших родных языках создавался контент свободного содержания, чтобы сообщество нашло. А для этого необходимо, чтобы все-таки, чтобы организм не умер, движение всегда было. Всегда было. Я поддерживаю и говорю, и поддерживаю. На следующей неделе мы встречаемся на конференции российских википедистов. Она не только российская, она международная. Мы там проведем круглый стол по проблемам малых языковых разделов народов России. Я там модератор. Я постараюсь передать энергетику, которая вот отсюда получена и там. Там, я знаю, должно быть и Саха википедии, и СТВа википедии, кавказские там народы. Да, Визгинская и Аварская, по-моему, там тоже хотят приехать. То есть кто у нас еще, кроме меня, из этой аудитории, и кроме Владимира Владимировича, будет в Питере там? Больше никто. Ну, это понятно, вы, из тех, которые мало языковые разделы. Ну, мы постараемся передать и постараемся там наверняка определиться на следующий год, где встретимся. Надо уже заранее планировать, организовывать. Это очень кропотливое, хлопотное и дорогостоящие мероприятия, скажем. Ну, затратное, в любом случае. И затратное в материальном плане, и затратное чисто морально-психологическом плане, организационном плане. Вот. Поэтому и в виртуальном пространстве надо по... Вот мы сейчас еще ближе познакомились, общаться, постоянно регулярно переписываться и на форумах обсуждать тематику, открыть. Вот у нас же есть раздел, проект в русской википедии на языках народов России. Там же есть проект. Но, к сожалению, я там тоже сам очень нечасто там участвую. Вот я там вижу в виртуальном общении, я вижу как бы ведущего Фархада из казахского парня. В части, так сказать, организации, таких советников, экспертов, как назовете, могу там помочь в общении тоже в международном плане. И, так сказать, как ты, Андреич, он сейчас сказал, быть старшиной или сержантом в плане там... Да, сержантом. Да, быть старшиной, сержантом, чтобы давайте, ребята, давайте, ребята, то есть, ну, сам взять на себя. Но, как сказать, это... Вики-сообщество, это все-таки должен понимать, что здесь у нас нет ни начальников, ни командиров, ни старшин, ни сержантов. Мы все равны. Независимо от того, я старше 50 лет, или Андрей Рябин, сидящий, молодой, попадающий в перспективу, администратор в Угнусске и Википедии. То есть, между нами разницы не должно быть. Ни в возрасте, ни в опыте и так далее. То есть, да, она физически есть, но психологически вот этого не должно быть. То есть, мы должны бы себя чувствовать одинаковыми, равными во всех отношениях. Поэтому общаться, 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 еще, как сказал, учиться, 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 как сказал нам Владимир Владимирович. Не будем фамилию говорить, а он не слышит. Может, Ульянович? Нет, Владимир Владимирович. Мы про Владимира Владимировича Ленина сказали, учиться, учиться, учиться. Владимир Владимирович. Да. Да. А. Ой, извиняюсь, я уже там уже. Да. Так. Ну вот, примерно так. И какие будут пожелания, где встретиться в следующем году? Вот, круглым столом мы в Питере попытаемся определиться на следующий год. Ну, у нас встречаться... В Казани где-нибудь, думаю, надо. А? В Казани. Встретиться у нас, конечно, можно. Для нас это будет большим опять толчком. Но, имеет ли смысл башкир опять подпинывать? Да. Они и так, и так в них шажок большой. Да? Моя точка зрения, надо встречаться там, где нужно дать вот этот толчок, пинок... В Саранске. ...обществу, да, то есть. В Саранске. В Саранске.